голос когда спокойный человек раз включил засыпает все нормально спокойном состоянии надо объяснять вышел из равновесия ребенок ничего не поймет должен быть спокойном состоянии и здесь очень разно по-разному мальчик вообще не поймет слова его надо объяснять и он понимает только поступки мальчику нужно действием все показывать действие action action и надо чтобы он немножко обломался приводится пример допустим маленький мальчик хочет засунуть вентилятор палец зачем он это хочет сделать это его способ жить маленький мальчик он все на опыте должен постичь ему слова не женщина девочки сказали там нельзя она сразу раз зафиксировала все мальчики девочки по-разному воспринимают мир вот допустим женщина приходит на лекцию первый раз кто первый раз пришел на лекцию женщин вы как воспринимаете лекцию вы слушаете вообще пирас никогда меня не видели нет а кто не слышал не видел вообще первый раз вот вы как будете лекцию воспринимать быть думать моё не моё моё не моё моё не моё все всю лекцию мужчины по-другому мужчина кто первый раз пришел вообще никогда меня не видел есть таки вот они будут как воспринимать дурак не дурак дурак не дурак совсем по-другому теперь дальше поехали женщина приняла знание она приняла моё моё допустим моё она приняла все дальше как она будет воспринимать она вот так все будет себя впитывать мне все что до этого было стирается только это остается она должна разобраться в мелочах во всех вообще во всем полностью в деталях и дальше муж еще не знает что вся жизнь его поменяется придет домой она ему вынес мозг все мы живем по-другому все мужчина вообще не так слушать лекцию он слушает и говорит да это я знаю с этим я согласен с этим не согласен это проверим если вы женщину спросите тебе лекция понравилась она горит понравилось а что тебе понравилось все ну то есть если из понравилось то понравилось все она все всасывает все и все понравилось потому что она всю лекцию всасывает полностью ей нужна инструкция она следует по инструкции женщина всегда по инструкции живет у нее психика работает и только так а мужчине если спросить лекции понравится он скажет да я это все знаю мужчина не по инструкции и живет ему надо все проверить если он что-то не знает допустим он потом говорит точно вот это я так сделал у меня геморрой вылез классно в голове работает система проверить один раз одна женщина меня камнями лечилась ей помогала но она оказалась жена очень влиятельного человека он пришел такой ко мне но он любит жену просто я говорю какие у вас жалобы он горит у меня нет жалобы зачем пришли жена привела что она хочет она хочет меня вылечить то-то 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 ладно хорошо поставил ему камни игры вам надо сейчас наблюдать за собой потому что камни могут перегружать я по вам подберу схему если я буду узнать перегрузки он говорит у меня нет перегрузок я говорю ну ладно тогда едьте домой если по дороге будут перегрузки позвоните он говорит да не будет никаких перегрузкой пошел на все не верить что они там работают перекам потом едет на машине короче едет на машине звонит мне как у меня в глаза в кучу пошли это от камней я говорю да перестаньте вот тут и туда переставил уже не кучу значит работают я говорю работает поверил потом приходит ко мне такой приходит ну неожиданно вообще приходит ко мне на прием такой смотрит на меня у меня голова раскаливается раскалывается таблетки не помогают помоги мне вот сел такой такой сидит такой глаза квадратные ему взял нажал в ухо прямо туда вот сильно ухо нажал чтобы мозговое прообращение активизировать у него там спазмы сильно были и он орёт короче минуты четыре наверное на ухо жалу наряд потом отпустил он будет все не болит и пошел после этого поверил еще сильнее уже вообще потом верил по-настоящему вот то есть мужчина вот так ему нужны поступки чтобы он поверил так он не будет на слова никакие верить он просто будет слушать смотреть на тебя как на новые ворота и все вот мы разные поэтому девочки надо все аккуратно подробно объяснять если она вам верит но делать это надо как если у вас маленькая девочка вы должны найти к ней подход подход это означает определенный уровень доброты и нежности которые ее устроит вот девочка ни за что никого не будет слушать если она не почувствует определенный уровень доброты и нежности поэтому и надо с ней очень аккуратно ласково разговаривать чтоб она действительно тебя приняла и это касается всех женщин близких отношений вот если мужчина с ней не будет вот так нежно-ласково она его вообще слушать даже не станет нужно чтобы она почувствовала что ее любит тогда она будет слушать если ее не любят значит не будет слушать так женщина психика у женщины у девочки маленькой тоже хотите воспитывать девочку разговаривайте с ней так чтобы она чувствовала что ее любит тогда она будет разумной вырастет разумный мальчик должен чувствовать силу если он видит что ну как бы сила есть у папы у мамы он будет уважать и слушать я папа с армии у меня пришел я не любил спать вовремя ложился у меня статическое напряжение с детства копилось поздно не хотелось вовремя засыпать отец пришел говорит надо спать ложится я говорю я не буду честно ему сказал он такой снимает ремень говорит ты знаешь что это такое мне было три года я говорю не знаю он говорит это ремень папы по попе бьют вот так вот детей когда они не слушаются и стукнул поэтому ремнем там бляшка такая крупная стукнул по кровати я говорю теперь знаю что это такое он говорит надо спать ложится он говорит я понял я спать сразу по мужски со мной поговорила сразу все понятно вопросов нет бляшки по заднице не хочется сразу респект и уважуха все понятно нет потому что когда женщина начинает силы с мужчиной то у него он звереет он у него как он петухом становится перестает быть мужчины петухом мальчик тоже если женщина начинает давить силой на мальчика он будет с ней сражаться до последнего вот допустим она по попе его бьет он будет делать вид что ему не больно потому что он рядом имеет но он рядом находится женщина должен всегда быть рыцарем рядом женщин поэтому а если она его ломает он на всю жизнь будет просто тряпкой если женщина сложу сломала мужчина есть два варианта или быть бандитом то есть садистом мучить женщин или стать тряпкой муля не нервируй меня это воспитание сломали ребенка или очень баловали сильно он стал слабым поэтому женщина должна давать наказывать мужчине а если она сама хочет наказано наказывает общением просто не силой общением она может не разговаривать с ним или сказать что он тебя обиделась и уйти все так все чтобы это все делать нужна социальная сила чтобы терпеть ребенка нужно иметь силу чтобы по-доброму разговаривать нужна силы чтобы объяснять нужна сила если нет силы значит ты не сможешь объяснять те некогда больше не никогда не они никогда у тебя нет силы понятно или нет мы говорим о социальной силе есть социальная сила тебя есть сила можешь воспитывать ребенка нет силы начал будет не воспитаны если ты начинаешь с ним ругаться кричать знать будет еще хуже он будет тени любить потом плохо тебе относиться вы поняли как работает вот эта система социальной силы что если ты хочешь чего-то допиться сначала пойми как это делать и развивай качество определенные это всегда называется бескорыстие щедрость все виды социальной силы называется благочестия у человека копится эта сила внутри и он становится влиятельным человек есть сила знания люди верят такому человеку есть сила власти люди подчиняются слушаются такого человеку есть сила есть сила способность щедрости сила щедрости люди покупают товары такого человека то есть разные есть сила женская сила и женщине легко выйти замуж есть мужская сила мужчина легко жениться когда человек любит труд его всегда возьмут на работу если он не любит работать и это почувствует его не будут брать то есть надо сначала просто научиться любить работать не деньги любить а работать любить тогда ты всегда устроишь на работу это чувствует работодатель чувствует что ты хочешь работать или денег хочешь если денег будешь выносить мозг если работать значит те с тобой будет спокойно научись любить труд и ты найдешь работу легко жизни называть социальная сила она дает человеку возможности вот допустим как сдать экзамен кроме того что ты должен выучить предметы для чего ты должен аскезы совершать потому что выучить и предметы тебе нужна энергия для этого или терпения у тебя не хватает значит неподвижное положение тела или более не хватает значит длительное движение а если у тебя неверие что ты не можешь сдать тогда пастись на воде это называется уже оптимизм то есть аскезы дают человеку возможности сдать учиться да но есть еще одна вещь которая даст тебе возможность сдать экзамен это уважение преподавателей если ты с ними разговариваешь уважительно ведешь себя правильно им хочется тебе поставить хорошую отметку а если ты их не уважаешь боишься допустим или злишься на них тогда нет им все равно тогда они теряют интерес к тебе как личность итак мы поговорили с вами о здоровье человека психофизической силе я обратил ваше внимание на природу на вот я сегодня покупался у вас в озере что это мне дало кроме того что вы лопали в ладоши что это мне дало мне лично что это дало а как терпение да то есть это мне дало возможность прощать возможность терпеть возможность быть спокойным это энергия ледяной воды понятно вот эта энергия зашла мне в тело и опять же допустим а все могут вот так пойти и посидеть ледяной воде каждый человек может нет это значит психические каналы должны быть крепкими чтобы эту энергию забрать в себя то есть это тоже надо тренироваться для этого правильно правильно вот поэтому и развивайтесь а тренируйтесь те кто были со мной вместе они видели что молодым ребятам было тяжело бежать так как я бежал они кряхтели пыхтели рядом а я радостно спокойно всем счастье же не потому что я там лучше сильнее просто я живу правильно это накопилось сила здоровья накопилось даже возрасте она купится понимать можно в 57 лет бегать чем там 18 лучше чем кто-то 18 можно перекупаться 57 лучше чем молодежь допустим это все копится и это дает возможности в жизни тоже классальные вот это надо все знать теперь социальная сила вот что мне нужно мне нужно чтобы быть эффективным в жизни мне нужна слава или популярность иначе я лекцию прочитал один человек пришел что читать лекцию никого нет кому стенам читать лекцию прочитал весь мир послушал эффективность хорошая нужна популярность откуда она берется как сделать так чтобы тебя все слушали один мужчина ко мне пришел горит как вы себя раскручиваете в инстаграм youtube чему популярны если никак не раскручиваю как у меня помощники обманули меня забрали у меня соцсети горит и теперь не будешь популярны потому что все соцсети наши игры причем в соцсети меня люди слушают потому что им хочется никак не повлияло это на мою жизнь я новые соцсети завел там потихоньку развиваются то есть глупость почему люди слушают потому что желание славы слабее чем желание заботиться о людях если бы у меня было желание славы сильнее вы бы это что не почувствовали я бы пришел здравствуйте дорогие друзья видите я к вам приехал это вам очень сильно повезло понимаете то есть все пошли с лекции не могу слушать это как один мой друг он лекции читаете такой самодовольный такой на и все уходят его лекции он дачу меня не слушать люди я говорю ты знаешь ты хочешь правды он говорит да я говорю ты понимаешь ты себе нравишься больше чем всем остальным ведь не надо быть скромнее он понял а что портит лектора слова все смотрят все радуются крутым становится человек то и портит бизнесмена деньги портят деньги появились жадность появилась желание заботиться нет руководителя власть портит вас появился стал пренебрегать людьми поэтому всегда надо следить за собой смотреть женщину муж портит начинает потихоньку наглеть рядом с ними терять его потихоньку начинать тема закрыта понятно учитесь следите за собой бескорыстие всегда дает делать человека сильным корысть всегда убивает в нем силу есть два две эти силы корысть бескорыстие баланс должен быть сторону бескорыстие поэтому добрые дела необходимы необходимы делать добрые дела чтобы уметь общаться с сыном общаться с мужем общаться с начальником общаться друг с другом с экзаменаторами с работодателем нужна сила она идет от бескорыстия это называется благочестие человека чем больше добрый дел тем больше силы внутри получить удачу в жизни получить часть поэтому я желаю всем счастья я желаю всем счастья то что привлекает жизнь человек удачу всем людям нравится такой человек ветер был солнце и снегопад песня про нас сегодня мы смеялись радовались пели танцевали и много ли надо конечно жизнь будет прекрасно если человек так живет осадочек хороший остался а это сила внутри эта радость память как радость действует потом жизнь теперь следующая тема это бог как это говорят коммунисты опиум для народа религия топом для народа то есть сравнили верующих людей с наркоманом мои хорошие бог это отдельная тема для беседы потому что эта сфера самая ценная и важная в жизни человек если высшей цели жизни нет то нет стержни человек ломается легко высшая цель человеческой жизни это приближение к богу люди там суетятся думают высшая цель это квартира машина любовь семья вы это все собой на тот свет не возьмете потому что человек на тот свет может взять только благочестие добрые дела которые сделал или злые поступки тоже придется брать собой в следующую жизнь он может взять веру вера неразрушимую силу имеет вера не разрушаются если ты веришь бога ты будешь чувствовать веру вкус будешь чувствовать вкус через людей передастся вера через события какие почувствуешь моё это моё веру свою почувствуешь что дает человеку вера дает ему совесть он уже очень аккуратно относится к жизни не такой уверенный в себе совесть чувствует что что-то не так он делает совесть это важная вещь она сохраняет потом жизнь потому что приходит злая судьба на раскачивает психику куда бежать то ли разводиться то ли мужу додолбать его чтоб он понял нет ни то ни другое нужно понять что те тяжело сейчас ему тяжело нужно выдержать нужно силы нужно правильный настрой доброта доброта это энергия бога это не мое человек сам не может быть добрым таких ситуациях когда плохо он не может вот если он молится богу помнит о боге к нему сердце приходит доброта доброта значит ты все успокоен принимаешь все все нормально все хорошо казахстане все хорошо меня все хорошо живем дальше просто такой период жизни у всех людей на планете надо ко всем по-доброму сердце добрым оставить сохранить это только бог может помочь так настроиться потому что у тебя не будет этой доброты ну что время такое жестокое ломает людей совесть трудно понять же правда или нет только совесть дает возможность допустим девушка не хочет разводить счет мешает разводиться вроде бы бросил вроде бы уже год прошел но что почему я не могу разводиться кто мешает разводить совесть мешает почему она мешает потому что ты не все поняла то что происходит и бог не разрушает эту семью не дает ее разрушить потому что ты не все поняла нужно сейчас разобраться во всем что делать человек запутался да он запутался но почему он запутался помогла ли я ему запутаться? Помогла. Ну, то есть, он сломался, я сломалась. Семья разрушена в результате. Что, гнуть его под зад сейчас? Нет. Он, когда ломался, вел себя по-человечески, уходил по-доброму. Это значит, что ниточка не разрушена, Бог сохранил связь. Бывает, люди предают, а бывают, ну, как бы, заблуждаются просто. Да, человек заблудился, надо ему помочь вернуться. Если человек предал, надо его наказать. Оставить условия, сохранить себя, предательство нельзя поощрять. А если заблудился человек, надо его возвращать. Нужно время ему дать на это. Совесть важная вещь. Это Бог. Молитвы нет, памяти о Боге нет, совесть не сработает. Разрушишь свою жизнь, не заметишь, как совершишь ошибку. Без Бога иногда очень трудно принять правильное решение, в жизни. Бог также помогает человеку преодолеть непреодолимые препятствия. Например, насилие, какая-то сила на тебя идет, отжимают имущество, порочат тебя, сажают в тюрьму. Сейчас вот у меня есть знакомые высокопоставленные, там многих посадили в тюрьму людей из-за смены власти. Надо что-то делать с ними, вытаскивать как-то людей. Люди хорошие, просто попали под раздачу. Что делать? Молитва нужна. Отношение памяти о Боге смягчает сердца всем. Бог же в сердце находится людей, ты думаешь о Боге, молишься, к этому человеку меняется отношение, люди меняют свое решение по поводу него. Так это действует. Судьба есть, а есть Бог. Судьба это что такое? Это закон. А Бог что это такое? Это исключение из правил. Это милость. Бог дает милость. Есть закон, судьба тебя мучает по закону, а Бог дает тебе милость. Поэтому вера в Бога, удачливая жизнь, удачливым человек становится, если он верит в Богу. Как правильно относиться к Богу? Что такое отношение с Богом? Надо разобраться сначала, что такое судьба. Судьба действует через память. Вот допустим, как определить, что у меня тяжелый период в жизни идет? Я очень сильно думаю о себе. Вот если человек даже лекцию слушает и не может отвлечься от мысли о себе, поднимите руку, вот вы лекцию слушаете и все равно мысли о себе крутятся в голове. У кого сейчас такое? Поднимите руку. Тяжелая судьба. Тяжелая судьба идет. Понятно? Вы не можете оторваться от себя. А бывает, человек даже спать не может, думает о себе. Поднимите руку, кто даже ночью думает о себе, о своей жизни. Спать не может. Тяжелая судьба. Еще тяжелее. Память о себе судьба заставляет думать о себе. Чем сильнее мысль о себе, тем тяжелее судьба. Почему? Потому что судьба звучит. Она звучит. Мы не слышим, как она звучит. Она звучит и привлекает память. Этот звук. Как есть такая песня. Как жажду среди мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь, вновь. Имщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Имщик, не гони лошадей. Ну, то есть память злой властелин. Она заставляет. И он же не хочет. Он жаждет забыть. Думай, вспоминай. Заставляет судьба. Думай, вспоминай. Не забудешь, мучайся. Некоторые спрашивают. Олег Геннадьевич, как мне, как мне, они говорят, как мне отвязаться от мужа, который меня бросил. Он меня держит. Это не муж держит. Это держит память. Судьба держит. С помощью Бога это делается. Потому что есть один только способ отвлечь память. Память отвлекается через любовь. Вот как Антонов поет. Новая встреча, лучшая. Встреча, средство от одиночества. То есть, если хочешь, чтобы легче было, найди нового человека. И тогда будет легче. Но и о том, что было, помни, не забывай. Ты не сможешь забыть. Потому что новая встреча не является лучшим средством. Потому что, если у тебя осадочек останется, даже при новой встрече, ты будешь ходить и вспоминать, что там было. Потому что новая встреча тебе не поможет. Тебе поможет только Бог. Потому что, когда человек чувствует, что в этом мире все плохо, ему нужна какая-то сила, которая даст ему возможность облегчение в сердце испытать. Нужно испытать это облегчение в сердце. И Бог действует тремя способами. Первый способ – природа. Есть песня такая. «На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо, хорошо с былым на тене бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой синий тишине». Ну, то есть, природа успокаивает. Это энергия Бога природа. Поэтому успокаивает. Дальше добрые люди. Как они действуют? Если друг, друг, кто-то любит тебя, дружит с тобой, честный друг, не балдеет с тобой, на пикники ездит, а верный друг, то есть он в беде, когда тебе трудно, остается рядом с тобой. Почему он остается? Если ты плохой, ты вонючий, тебе плохо, почему он идет тебе, помогает тебе? Почему? Потому что Бог в сердце у него показывает, что ты хороший, дает ему сладкий вкус отношений с тобой. Почему Бог так делает? Потому что ты делал много добрых дел, и Бог тебе дал такого человека. И если ты придешь к этому доброму другу и с ним поговоришь, тебе сразу легче станет. А когда человек успокаивается, знание потом приходит. Ты хочешь понять, что делать, не спишь ночью, думаешь, что делать. Иди к верному другу. Ты с ним поговоришь, он даже, может быть, не знает, что делать, но тебе станет спокойно. Почему? Потому что через него, через верного друга действует Бог. И он дает тебе что? Что дает тебе? Спокойствие дает.